Подсолнечная кухня Подсолнечная кухня Пришлось покупать несколько раз, потому что они не хотели браться Обыкновенное яйцо, простое, быстро схватывает цвет А эти, пришлось с ними повозиться Ну, дальше берем наш хломастер, который фактически является бронзовой краской заключенные вот в такую вот оболочку и делаем точечки вот что у нас получается да такое вот чье-то сказочное яичко краска тут же высыхает очень быстро но все равно сейчас до низу не могу добраться не взять наши точечки были там одного цвета да то что мы стараемся поближе к натуральному вот вверху так сейчас подсокаю вот потом дам верху подсохнуть и буду делать низ ну вот когда я закончу покажу как мы их оформим вот наши яички все закончились вот такие вот проще простого покрасили помазюкали маркером по этот покрыли и все я буду делать опять птичьи клеточки это мой любимый дизайн ароматическая свеча и натуральный мох и натуральный мох который я показывала раньше вот так вот сейчас вот мох буду выбирать и укладывать вот там вот вокруг свечи очень красивый яркий такой весенний зеленый цвет вот мы устроили гнездышко теперь на это гнездышко вкладываем свои яички у меня нет еще бирюзовой ленточки чтобы я еще хотела сделать если бы у меня была бирюзовая ленточка я бы вот тут где-нибудь ее привязала таким вот бантиком вот так вот оно смотрится на своем месте на столе по-моему очень простой и очень элитантный дизайн вот если вам понравилось пробуйте у вас на это идет очень мало времени и получится такое вот очень-очень красивое такое красивое украшение для вашего пасхального стола счастливой пасхи всем девочкам я пошла печь папку пока